Время 11 часов ночи, сколько у нас уже? 500 человек. Интересно, сколько ночью наберет? Я как-то недавно зашла тут, часа в два ночи, было мало. Куда держишь путь? Я сегодня без машины, потому что машину отдала Валере. Вот, и сейчас еду на день рождения. Конечно, я смотрю за ребенком, потому что я живу со своим ребенком вместе, представляете? Иначе никак не получается. Таточка, спрашивай, чем у тебя из Петербурга. Петербург, огромное вам спасибо, мне очень приятно. Как отметила день рождения? Спасибо, кстати, день рождения отметила весело. Так, привет, Владимир, привет. Так. Правда, что Валера ушел? Так, пока не буду ничего говорить. Ребят, простите, пожалуйста, у меня просто был звонок. Терпеть не могу, когда мне звонят на этот телефон. С наступающим днем рождения. У меня уже прошел день рождения, он был 27 февраля. Что Батя натворила? Она сегодня взяла баклажку патилитровую и перевернула ее, и сидела вся в луже. Да, мне, правда, все это пришлось убирать. Да, ты с прошедшим в Рязань. Большое спасибо вам, ребята. Душе получилось только поздравление. С ума можно сойти. Когда в Монако? Скоро. Уже не жду не заждусь. Так, привет, Камчатка. Ты красивая. Привет, Камчатка. Спасибо, прошел. Даже не ожидала, что в 11 часов ночи у нас будет взялка 900 человек. Так приятно, что вы все на меня смотрите. Привет, Абхазия. Так, тебе скорее было бы круто. Блин, если честно, я себя не принимаю, ну, как-то... Я хотела недавно подстричься под каре, но, блин, у меня сейчас так отросли волосы, что мне не хочется. Потом опять... Потому что я уверена, мы все женщины такие. Если даже я бы подстриглась, я бы все равно потом опять затекла длинные волосы, либо же наоборот. Это с моей тетей, с дедушкой. Не, я сегодня не за рулем, наконец-то. Видите, поэтому у меня не падает телефон. А если бы я сейчас ехала за рулем, то я бы вас уже раз 20 должна была поднять. Мама моя хорошо, она уже много месяцев в Таиланде. Я ее очень жду, потому что я хочу уже поскорее, поскорее начать двигаться. Вот, я очень ее жду. Ой, как папа себя чувствует. Большое спасибо, кстати, моему папе стало намного лучше уже. Ну, тогда, когда его выписали, ему уже... У него вот ровно 4 дня было... 3-4 дня у него было жесткое кровоизлияние. Потом стало получше, и вот вы выписали. У меня уже был такой период, когда я сожгла себе волосы, и у меня сами все отпали. И когда меня сейчас спрашивают, что у меня за стрижка, вы должны понимать, что у меня за стрижка. Ты губы еще сделала? Нет, просто я правильно их накрасила, девочки, визуально. Понимаете, это визаж, это как холст. Вы должны уметь рисовать красиво. Просто это иллюзия обмана. Здесь делаешь сверху контур более темным, а внутри светлым, и губы кажутся намного пышнее. Понимаете? Вы же, девочки, вы должны знать такие вещи. Ну, не ладно, меня этого Мадина научила, шучу. И я вас тоже, ну, вот, меня этого научила Мадина, а я вас этого научу я. Значит так, если хотите, чтобы у вас были большие губы, значит, вы красите окантовку темной, а внутри добавляйте светлый цвет. И вот так у вас получится. Так, Таточка, ты красотка, нужна твоя помощь, давай, я тебя слушаю. Я так хочу быть кому-то полезной, если честно. Так. Нет, я не за рулем сейчас. Нет, зубы у меня не свои. Это называется голливудская урока. Так. Да, ты привет. У Валеры есть шанс быть с тобой вместе. Видно, что он до сих пор тебя любит. Ну, что вы так не говорите? Что за глупости? Мы с ним уже давно развелись, и у нас нет с ним никакой любви. И поэтому только родственные отношения, как он, как папа моего ребенка, я, как мама его ребенка. Вот, не более того. Не, ну почему он все равно, я ему сам, я уверена, что я для него самый близкий человек, особенно здесь, конечно. У него все равно никого ближе у меня нет. И когда ему будет плохо, куда он пролетит, всегда ко мне. У меня сейчас искра другого, потому что я хочу поскорее уже уехать. Хочу забрать свои подарочки. Не, ну, кое-что я уже получила здесь, но все равно. Я все равно очень хочу уехать скорее. Таточка, ты очень красивая и клевая. Спасибо большое. С Монако пролет. Почему с Монако пролет? У меня же все на посте написано черным по белому. Ребята, как вы думаете, когда мне улетать? 25 февраля? Или, то есть, отметить сегодня на рождение там? Или же дождаться мою маму и уехать 25 марта? Там все написано, текст не менялся. Не знаю, почему вы придумываете какие-то свои даты и пытаетесь меня под свои даты как-то впихнуть. Что подарила мне? У меня только браслетик. Такого хотела, если честно. Вот, я такая, короче, довольная. Привет, Куспас. Ну, кстати, я даже не знаю, перепадет ли мне еще подарок после такого. Но мне почему-то кажется, что да. Так я тоже думаю, что я поэтому маму и дождалась. Там я так и писала в посте. Типа, как вы думаете, мне вот сама уехать или дождаться маму? Просто находиться там совсем одной мне будет тяжеловато. Ну, я имею в виду с ребенком. Здесь у меня все равно дедушка. Здесь у меня отец Ботя. То есть я не одна. Я знаю, там, надо мне бы эти остатки. Я привезла ее к деду. Или там ко мне тетя приехала. Так одна, что я там совсем можно согласовываться. Лучше маму, да. Ну, а маму показать. Очень красивое кольцо. У вас спасибо. Кстати, это кольцо мне подарила Валерина мама. Вы знаете, если честно, мне это кольцо раньше не нравилось. Мне казалось, что она какая-то такая взрослая. Хотя его мама, Лена, она очень подбирала его под меня. Чуть ли не по фэншую, грубо говоря. Ну, там, по знаку Зодиака, по счастливым камням и так далее и тому подобное. Вот. И мне когда она подарила, мне показалось, что она какое-то... Как это? Здесь, короче, сапфиры, бриллианты. Типа, они мне подходят. Но мне показалось, что она очень взрослая. А сейчас смотрю, она такая изысканная. Если честно, она такая грациозная, необычная. Не такой, как у себя. Кольцо на левом. Ну, я не знаю. Я все время меняю эти кольца. Потому что, когда я здесь, когда я здесь, короче, наоборот, когда я в Европе, конечно, я ношу кольцо на правой руке, потому что... Потому что, короче, в Европе носят налево, если замужем. У нас весь сильный оборот. Поэтому я кольца уже часто меняю, я привыкла. Вообще, мне без разницы. Хотя нет, шучу, не без разницы. Кольцо, помолвочно, это особенное кольцо. Так. Ты такая умница, расскажи, какая у тебя цель главная. Если честно, в этом году я писала 100 целей. На Новый год мне тоже много раз рассказывала. Вот. Ну, одна из моих целей, вы сейчас можете покрутить, конечно, виском пальца. Там, потому что какая... Чумачечья, так скажем. Но я себе поставила цель заработать, я хочу 6 миллионов евро. Я не знаю, как это получится, но я себе обозначила такую цифру, такую нарисовала в голове. Вот хочу, это моя цель. Я не знаю, как я этого добьюсь, но я уверена, что если правильно мыслить, понять, чего я хочу, и самое главное, понять, как реализовать эту сумму, я тогда думаю, что все будет. Ну, не сразу, конечно. Может, и не будет, нет, да. Но я верю. Я, знаете, почему вам это не хочу так говорить? Показываю то, что я верю в свои силы, потому что у нас, вы можете подумать, что какая-то больная фантазерка. Поэтому смысл так говорить. Просто мне хотелось бы сделать все для того, чтобы цельно осуществить эту мечту. Может, нас слышно, что с меня на первом. Приписать. Так, ты брала апотеку, да. Посоветуй, что подарить мужу на 25 лет. Блин, я не знаю. Короче, мой подарочек был последний. Я подарила, это был не день рождения, здесь у Валентины, я подарила этот пазлик золотой. Ну, типа как кулончик-пазлик. Просто он на руке носит браслет, и я этот кулончик на браслете. Что подарить мужу на 2 года совместной жизни? Ну, если тебе все эти 2 года, так как вы были еще молодая пара, так скажем, вы друг друга удивляли, наверное, хорошими подарками, после 2 лет брака уже можно брить носки и бритвы, я думаю. Я шучу. Даже не знаю. Так, что бы я подарила? Ну, мне вот эта идея, кстати, очень понравилась вот с пазликом, не знаю, он очень красивый. С Валерой едешь? Нет, я сейчас одна. Я в такси вообще. А сыну на годик что подарить? Ну, если честно, кстати, когда меня спрашивают... Я вот... Что подарить ребенку на годик? Я даже не понимаю такое, если честно. Не знаю почему. Ну, как бы ты и так, и так организовываешь праздник, там, покупаешь ребенку одежду, еще что-то. Ну, он особо ничего и не поймет, что ты ему подарила в год. Ты же так и так покупаешь все ребенку. Что я в обычный день хотела купить, наверное. Не знаю. Ребят, давайте больше не про Валеру и не про Иру. У меня уже тошнит про Иру и Валеру разговаривать. Где Валера, знаю. Он сегодня был у меня. Так, ты такая красивая. Спасибо. Так. Ехать еще 38 минут, я в шоке. Так долго. Блин, когда я за рулем, мне всегда хочется, чтобы кто-то был другой за рулем. А когда кто-то другой за рулем, мне кажется, блин, особенно в пробке, блин, наверное, если бы я сейчас была за рулем, время бы быстрее прошло. Потому что кажется, что ты, типа, чем-то занят. А когда сидишь за рулем, думаешь, господи, вот бы уже не водить. Все наоборот. Разрешаешь видеться с ребенком? Конечно, разрешаю. Он так каждый день приходит ко мне домой, когда хочет. Волосы с обедом тебе больше идут. Просто мне было лень мыть голову. Понятно вам. И поэтому я решила просто... Вот и все. Так, Таточка, ты такая хорошенькая, кайфуешь сама от себя. Научи поделись секретом, как любить себя. Если честно, вот этот вопрос я сейчас заскриню. Я обязательно над ним подумаю, чтобы сейчас не ляпнуть какую-то глупость. Вот. И, кстати, да, я правда подумала над этим вопросом. Как-то постараюсь сформулировать хорошо. Текст и свои внутренние чувства, описать себе их. Ты не стесняешься вести эфир в такси? Нет, не стесняешься. Блин, некрасиво жвачку жевать в эфире, кстати. И все бы ничего, если бы я не положила себе в рот 45 жвачек. Просто жевать тяжело. Простите, вы будете жвачку? Нет, спасибо. Нет? Так, что, блин, нам еще 37 минут ехать, пупец. Это очень долго. Вообще не понимаю, почему пробки в один часу в ночь. Выпью. У меня куда мне выплюнуть? В окно только, если. Ну, вообще, у меня, кстати, жуткая привычка была раньше глотать жвачки. Только еле как отучилась. Просто я очень люблю жевательные конфеты. Когда я брала жвачку, мне всегда казалось, что она сначала сладкая. И вот до того, как она потеряет вкус, я ее уже съедала. Веришь, что первый брак от Бога? Да ну прям. А второй от кого? Каждый брак, он нам откуда-то послан. И вообще не только брак, любые отношения. Поэтому говорить, что там первый брак от Бога, а второй, типа, от кого? Не от Бога, что ли? Я вообще считаю, что первый брак для шока, второй для шика. Понятно? Вот так надо рассуждать. А не то, что там у тебя первый брак от Бога, а второй все ужасное будет. Первый был ничего, а второй будет еще лучше. Второй раз ты уже более осознанно подхожешь к браку, понимаете? Уже другая голова на плечах. Ты уже на опыте. Вот и все. Хотя мне на самом деле никакого... Наверное, мы на самом деле женщины, когда влюбляемся, мы дурочки. Поэтому неважно, какой у нас опыт. Хоть 45 там браков позади. Валера энергетический вампир. Кстати, да, он очень сильно сосет энергию. А я, кстати, читала на одном сайте. У меня есть один очень любимый сайт. Я вам про него рассказывала, где я читаю вообще карты рождения. И т.д. и тому подобное. Там есть такая отдельная, значит... Есть такая отдельная ссылочка. И в этой ссылочке рассказывается. То есть ты вводишь данные из себя и своего партнера. Или родителей. Не важно. Просто как бы другого человека. И он, короче, рассчитывает, кто вы. Донор вы или вампир, наоборот. Либо же вы нейтрал. То есть который не забирает чужую энергию, но и не отдает. Вот я нейтрал. Я не отдаю и не забираю. Поэтому я такая хорошая. Вот. А Валерка почему плохой? Потому что он сосет энергию. Потому что он вампир. Так. Сайт называется... Блин, ну это я не знаю, можно уговорить мне или нет. Наверное. Да ладно, запишут. Tragos.ru Вы вообще обалдеете. Просто, девочки. Вот, короче, ладно. Я вам расскажу. Это мой любимый сайт. Я мало о нем кому говорю. Но вот вы обязательно зайдите, посмотрите. Называется Tragos.ru Там есть такая штука, как карты любви. То есть каждый человек рожден со своей определенной картой. Вы не представляете, там даже хобби схожи. Когда я читала Валеру. У Валеры... Вот у него... У меня, например, в моей карте написано, что у меня предвосположенность быть популярной. То есть вполне, типа, вероятно такая возможность. Ну, в принципе, у меня в жизни так и получилось. А у моего бывшего супруга написано, что... То есть ты читаешь вот эту всю карту, там очень много всего похожих, похожих. Похожих, но в какой-то момент там хобби и болезни. И представляете, у Валеры написано, что он любит собирать книги. Ведь Валера реально собирает книги. Тата, ты попросила Валеру, если бы он захотел тебя вернуть? У меня нет злости к Валерии. Мы с ним нормально общаемся. Он приходит ко мне в гости. Он сидит с ребенком. У меня нет к нему злости. Мне его не за что прощать. Я его давным-давно за все простила. Просто я... Блин, ну что? Это же так хорошо, что мы развелись. Неужели я достойно такой жизни? Не, не хотела. Честно, нет. Он очень хороший, как... Не как муж. Как друг, как бывший муж, как папа моего ребенка. Там, не знаю, как... Ну, как родственник мой. Но не более того. То есть ничего больше я уже не вижу. Повтори сайт traagos.ru Причем вы просто почитаете своих даже каких-то знакомых. Вы обалдеете, как схожи. Правда. Вот у меня, например, есть родственник... Ну, вот. Ну, не хотела говорить. Сразу пойму, кто про кого. Ну, вот. Ну, он правда интересный. Очень хороший сайт. Интересный. Там нужно, ну, поразбираться. Там есть натальная карта. Тоже интересная. Вообще, в принципе, там очень интересные расчеты. Правда. Вот. Вы потом мне напишите. О, свои впечатления. Привет из Краснодара. Какой пользуешься косметикой? В каком смысле какой косметикой? Которая, ну, мейкап или уход? Красиво у вас глаза. Спасибо. Ты сама красишь туда. Сегодня я красилась сама. Я, кстати, хорошо красусь. Ну, раньше я не умела краситься. Я не так давно научилась краситься хорошо. Вот прям, прям красиво, как будто я визажист. Но не такой, конечно, как Мадина, но все равно. Ну, то есть я научилась я хорошо краситься. А вот, например, в прошлом году... Нет, ну, в прошлом еще так уже начала потихонечку подучиваться. Раньше, короче, вот, относительно недавно я научилась краситься. И то я еще не могу сказать, что я шикарно крашусь. Я сейчас хочу пойти на курсы к Мадине, тоже пойти поучиться для себя. Кстати, если вы хотите, можем пойти. У нее, по-моему, набор группы с 1 по 6 марта. А, первая уже сегодня. Надо спросить, когда набор группы начинает. Потому что я к ней очень хочу пойти на курсы для себя. Чтобы всегда, когда ее нет, выглядеть шикарно. Она правда очень красивая. Мне нравится. Ну, не очень современный взгляд на визаж. Он такой у нее очень западный, очень американский. Но очень крутая в этом. Мне нравится, что он у нее такой не классический. Я ненавижу вот эти ровно выведенные стрелочки. Ровные такие вот четкие границы. Я не люблю. Я люблю такое все небрежное немножко. Иисус любит тебя. Спасибо. И я его люблю. Так, только присоединилась еще раз. Блин, я не успела прочитывать. Тата, ты армянка? Нет, я не армянка. Почему вы подумали, что я армянка? Потому что меня зовут Тата. Вы подумали, что я там... Тата Симонян? Тата Симонян был мужчиной. А почему был, он до сих пор есть? Я его заранее отправила. ЛД играет, это не здесь, это здесь.